снова здравствуйте дорогие друзья с вами очередной уже двадцать седьмой выпуск передачи пти лекторий и я ее ведущая виктория четлова врач психиатр психотерапевт надеюсь сегодняшняя тема будет тоже вам интересно на минуточку немного не мало мы поговорим сегодня о сексуальности современных мужчин и о том с чем сталкиваются как мужчины так и женщины в связи с этим вопросом и у меня в гостях замечательный врач психотерапевт бизнес-тренер коуч и гипнотерапевт андрей николаевич кузнецов здравствуйте очень рада что вы с нами спасибо взаимно перед тем как мы приступим к рассмотрению темы нашей сегодняшней встречи очень хотелось бы узнать о вас немножко до меня дошли слухи что у вас большой анамнез так сказать в области медицины вы были и анестезиологом и наркологом психиатром являетесь да то есть эти знания как вы как вы как это развивалось почему вы остановились на всех терапии конечно же началась для меня психология но и психотерапия в дальнейшем как врачебная специальность в 11 лет когда на меня упал упала книжечка которая раскрылась на определенной странице в ней было написано что двадцать первом веке психология будет ведущей наукой в 11 лет я уже это знал а в дальнейшем в дальнейшем поскольку я планировал стать врачом и развивался и учился и работал параллельно почему-то пути получился не самый простой и может быть даже извилистый но все то что пришлось изучить все пять врачебных специальностей терапия и анематология они действительно обогатили и вот психиатрия наркологии психотерапия уже достаточно много лет это те науки которые взаимно дополняют друг друга как все медицинские науки и помогает смотреть на человека системно то есть системное мышление которое в медицине есть оно очень дорого очень большую ценность представляет и помогает действительно оказывать помощь качественно замечательно вы подтверждаете эту точку зрения что образование нам дается для того чтобы мы формировали те самые нейронные связи в голове то есть зная больше осознавая по походу учения получения образования ряд фактов да человек научается глубже шире и быстрее мыслить ну я рада что у меня такой гость сегодня в эфире хорошо давайте мы с вами поговорим о том что же такое сексуальность целом почему вообще эта тема коснулась пселектория да почему не уролог например вы не уролога в передаче да и перейдем к понимать к понятию о сексуальности у мужчин если говорить о сексологии то вначале даже не планировала ей заниматься как-то так получилось что оказывать занимаясь психотерапией оказывая людям помощь помогаем в одном столкнулся с тем что то о чем они даже умалчивали сексуальной проблемой поначалу выходила на первый план и пришлось работать и с этим то есть вот так вот постепенно в своей работе пришлось одрифовать и погрузиться в сексологию что называется вынуждено но с большим интересом потому что тема действительно очень животрепещущая и и когда получается оказать помощь людям видно как по их по их глазам как у них это все выходит и оно того стоит уважение доктор вы затронули нужную тему о которой я даже может быть боялся спросить да так получается да оно раскрывается не сразу хотя в последние годы когда уже поток сексологических пациентов пациентов ну или людей с подобными проблемами он растет конечно уже приходят уже несколько изучив вопрос уже понимая к кому уже при имея некоторое к зачастую к сожалению не самое верное представление приходит запросом уже более открыто вот это реалии нашего времени потому что информация стала действительно более доступной но то информационное поле которое сложилось вокруг этого она нуждается в исправлении в общем-то то чем мы будем сегодня заниматься я надеюсь исправим то что нуждается в исправлении замечательно то есть сексуальность насколько я понимаю по ходу развития вашего ваших интересов и вашей специализации для вас было буквально понятно что она пронизывает всю психику и работа психотерапевта она не может не касаться сексуальности в том числе да именно так и пришлось и нам пришлось с этим столкнуться первоначально даже не особо предполагая но теперь уже становится ясно что те вопросы которые связаны друг с другом а я в общем-то сторонник интегрального подхода психотерапии и в том что происходит с людьми а что такое интегральный подход ну простой фразой все связано можно его выразить потому что то что происходит с человеком с его личностью с его психикой не побоюсь этого слова с его телом слово психосоматика тоже многим знакомо и этого в общем-то коснемся когда будем говорить о том какой путь проходят люди прежде чем попасть таки на прием к психотерапевту с сексологическим запросом так что здесь понятно да замечательно ну давайте начнем что было энергично и информативно как обычно у нас водится какие же основные тренды в поведении современных мужчин мы можем пока обозначить не прям именно проблематику а вообще какие тренды и что из чем это чревато в виде патологии в будущем надо сказать что сейчас эта сфера она имеет казалось бы неотъемлемая присущая человеку имеет меньшее значение но что очень много появляется альтернативных источников удовольствия если говорить о об этом как об удовольствии и сейчас проблемы выживания значит воспроизводство плодиться и размножаться и для этого использовать то что нам дала природа уже не так актуально в общем-то мы живем в цивилизованном мире и потребности в этом нет выживать хотя можем этого коснуться и выживание ставить человека на грани этих проблем вот и альтернатив очень много и они очень распространены это то что говорится языком психологии сублимирует то есть в общеупотребимом таком допустимом виде проявляется это экстремально это экстремальные увлечения которые в общем-то заменяют и есть удивительные примеры когда допустим супруги путешествия где-то и имея проблемы в этом вопросе сталкивается с тем что супруг замечательно развлекается катается к примеру на лыжах или на сноуборде на сноуборде виндсерфингом занимаюсь возвращаясь к супруге партнершей своей желание ей не транслирует ничтоже сумняши себя заявляет а я устал в общем-то уже получив все что хотел казалось бы от такого вида а с чем это связано это видимо какая-то биохимическая вообще история получается да это действительно биохимическая история цели утомить зрителей всеми сложными схемами у нас нет да но если упомянуть о некоторых буквально парочку нейромедиаторов о которых обязательно стоит упомянуть связи с этим это все-таки дофамин о котором что-то знают ну и серотонина о котором вроде бы как знают побольше называют почему-то гормоном счастья ну остановимся на том что это нейромедиаторы и действительно их соотношение их влияние на организм человека определяет то что с ним будет происходить и в поведении это может транслироваться выражаться в снижении ну это как одна из проблем снижения влечения и в паре возникают вот трудности это касается не только экстремальных увлечений так масса есть какие еще альтернативы в удовольствиях мужчины выбирают так масса вещей которые бодрит это связано с социальным окружением социальными сетями так потому что окружение прежнее оно уже сохраняется но сейчас благодаря современным технологиям это окружение безгранично так и можно вести свой аккаунт в инстаграм и получать там дофаминовые лайки это называют дофаминовые лайки совершенно верно дорогие друзья когда вы получаете лайк у вас выделяется дофамин в мозге вы становитесь счастливее вы понимаете свою ценность важность и продолжаете ту деятельность которая приносит вам удовольствие и что страдает иногда пусть даже не у всех сексуальность конечно же страдает отношения ну я все-таки беру шире беру отношения потому что в контексте отношений конечно же очень важно рассматривать именно то с чем приходится сталкиваться ну и как продолжение компьютерные игры все эти онлайн возможности которые сейчас есть это все сильно влияет на современных мужчин причем от возраста сейчас особо не зависит приходит в 20 лет с подобными ситуациями приходит в 40 лет с подобными ситуациями сейчас границы стерты вы знаете я буду немножко отходить от своей позиции как специалиста и чуть-чуть представлять себя в роли женщины слушательницы которых я уверена большинство по этой теме сейчас скопилось возле экрана чтобы понять лучше своих мужчин так вот вопрос получается что мужчины такое биологическое существо которое исключительно ведомо биохимии внутри своего мозга как вот вот эти знания нам что могут помочь что-то исправить знания могут быть полезны не всегда но могут быть полезны в данном случае мы рассчитываем что они могут быть полезны потому что все-таки биохимию никто не отменял биохимию мозга в частности мужчину женщина она есть но поскольку сегодня передача вроде бы больше ориентирована на мужчину хотя я глубоко в этом сомневаюсь женщинам она будет очень полезна потому что все что связано с отношениями и все что проявляется подобными проблемами как правило в этом участвует двое и это на женщин сильно влияет есть примеры и очень хочется их сегодня озвучить обязательно озвучим хорошо так все-таки как если вот просто я как психотерапевт еще размышляю параллельно если мужчина будет знать что когда он гоняет на серфе допустим да или прыгать со скалы сможет ли он сознательно как-то свое свое поведение модифицировать чтобы так сказать осталось и для любимой женщины вы знаете когда человек делает все что мы описываем и при этом он не видит не замечает не признает проблем с любимой женщиной в общем то он ничего менять и не будет да то есть проблема осознанности конечно когда начнется действительно что-то что будет болеть ну в кавычках назовем но тем не менее какая-то боль возникнет ощутимая а иной раз бывают такие случаи когда вот жена разворачивается и прощается с человеком он даже недоумевает как с луны свалился а почему меня бросили к примеру вроде все нормально так вот говоря о поведении оно будет проявляться и меняться только когда человек хотя бы для начала осознает но тем не менее второй большой проблемой является то что вообще осознав поняв то что с ним происходит еще нужно знать как это изменить и вот простым уменьшением каких-то увлечений заменяющих да проблему мы не решим она может не решиться ибо это требует по сути дела у человека ну извините не будем сравнивать с алкоголиком ну вот просто откажись и все а ради чего а что я получу взамен и вот тут если характер отношений сложный и непростой непростой и страдающий вот тут в общем то не ясно что я получу взамен тем более они могут быть и эти изменения поведения они могут быть вторичными когда человек мужчина не совсем удовлетворен как раз таки семейной своей жизни отношениями в том числе той стороной которая касается интимной жизни и опять же сможет сублимировать и вот здесь это замкнутый крут в одну сторону ушел потом к этому вернулся и вот так вот такой патологический цикл формируется и человеку действительно просто бывает очень трудно вырваться в россии ежедневно появляются около восьмидесяти тысяч новостей как разобраться в этом потоке новостей что на самом деле смотрят люди где самые интересные новости от разных сми медиаметрикс лучший и самый удобный агрегатор новостей кроме того это живой рейтинг в реальном времени в зависимости от того какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют здесь можно посмотреть самые популярные новости за день неделю месяц по разным городам странам и тематикам наберите в поиске медиаметрикс и оставьте у себя на компьютере вкладку чтобы она всегда была под рукой медиаметрикс свежие котировки новостей всегда под рукой Андрей Николаевич а могла вот эта жертвенность самой женщины которая к вам обратилась поспособствовать такому поведению со стороны мужчины и вообще снижение его либидо либо это неоднозначная история вообще-то история достаточно простая потому что мы знаем про понятие виктимность жертвенность и знаем что поведение жертв оно имеет свои особенности которые в принципе привлекают насильников агрессоров и вот это как раз то что отражает характер взаимоотношений людей в давайте так созависимых парах созависимых парах созависимых парах когда этот характер происходит ну как-то так сверху вниз и по принципу комплементарности когда есть агрессор есть жертва есть кто-то кто требует доминирует а кто-то подчиняется и жертвует ну конечно печальная история потому что быть удобной причем это не дает гарантии что отношения будут достаточно хороши и это не дает гарантии что женщина это выдержит а когда они уходят а инициаторами разводов бывают женщины и мы даже могу сказать даже больше бывает чем мы думали инициаторами разводов это современные тенденции современные то есть раньше женщины у нас в культуре несли свой крест покорно и все вот это тянули на себе а сейчас по-другому да где женщины себя ведут но все-таки давайте не будем недооценивать психообразовательную да чем мы тут и занимаемся да поэтому вот эта доступность того какие модели поведения может выбирать женщина что она не обязана терпеть и слава богу есть такие возможности пусть хоть с разным качеством женские тренинги но с разным качеством но какие-то вопросы уже становятся ясными и женщина может заявить я не хочу быть жертвой и вот это очень важный момент возможность такая она уже наконец-таки понимает что здесь изменения они не очень-то прогнозируемы раз еще человек не очень сам понимает и не заинтересован в этих самых изменениях хорошо а что еще может повлиять на мужскую сексуальность мы сейчас в контексте говорим я так понимаю конкретно проблемы снижения либидо да что еще может такое в такое влияние оказать ну виртуальная среда так виртуальная среда и то что сейчас приобрело характер и достаточно давно уже приобрело характер вседозволенности и порно-контент который влияет так вот это совершенно сказочный и удивительный в кавычках порно-контент он дает молодым людям мужчинам а зачастую начинает это смотреть и приобщаться с 11-14 лет то есть когда формируется только сексуальность у человека только начинает формироваться да вот эта концепция я мужчина она совершенно уродливой формы может принимать за счет чего потому что вот влияние порно-контента оно нарушает формирование личности безусловно нарушает не будем забывать что там отношение к женщине оно утрачивает характер субъект субъектных оно становится женщина превращается в объект желания так и заметьте порно-контент в большинстве своем направлен на мужчин не говорю что только ну в большинстве своем как-то и темы и направления и все это и все это предлагается и когда приходят ко мне молодые люди 20-30 лет и они все как один на контрольный вопрос смотрите ли вы порно имеют те или иные проблемы снижение ли либидо или нарушение эрекции они отвечают однотипно совершенно одинаково да смотрю конечно смотрю с 11-14 лет они начинают это смотреть и на фоне этого проходит определенную трансформацию и если в начале какие-то классические варианты вполне себе скажем так безобидные на вид то в дальнейшем там такие уже получаются варианты которые ну даже озвучивать в эфире не хочется а люди через это проходят вот эти молодые люди а потом все это когда у них приходит пора все-таки с настоящим человеком заводить отношения и как выглядят могут выглядеть варианты таких отношений ну то что ко мне приходят это уже значит печальный вариант отношений потому что уже они столкнулись с тем что вот эту сказку чудесную которую предлагают они не могут перенести реализовать на обычную почву потому что то что у них прекрасно получается во время возбуждения просмотра этого контента и самоудовлетворения на том этапе жизни до социализации и образования пар уже так в более взрослом возрасте и формируют у них такие привычки что они просто невозможно эти привычки реализовать с настоящим человеком мы с вами связывали вот эти удовольствия да с привычками и с центром и с дофамином да и с теми механизмами которые в том числе участвуют в формировании зависимостей поведенческих или химических когда люди там принимают какие-то вещества верно это же тот же самый механизм механизмы одинаковые природе зачем природе выдумывать разные механизмы у зависимости как в общем-то это многими исследованиями показано механизмы общие и нам по большому счету какая разница это алкогольная зависимость это сексуальная зависимость или какая-то иная химические биохимические процессы в голове происходят они имеют общие тенденции и с одной с другой стороны нам легче понимая это системно стараться стремиться помочь людям но проблема очень серьезная и вы знаете крик души психотерапевта сексолога это не смотрите порно прямо в камеру да всем кто это видит вот любыми способами стараться стремиться оградить тех кто вам близок и близких и родных от этой заразы это прям беда так что дорогие друзья это не грех а это очень большой вред для здоровья вашей психики и ваших отношений в том числе а скажите а если это допустим мужчины более зрелого возраста у них риски похожи или там они как-то могут переключаться свои ценности распределять мне бы хотелось в связи с этим привести замечательный пример когда обратился мужчина уже сорок лет сороковые годы и он никогда до этого не смотрел вот подобное видео и когда у него возникли довольно большие и продолжительные сложности стрессы проблемы там связанные с работой в частности и на этом фоне снизилось его влечение он отнесся к этому ну вот все восстановлю и тогда оно восстановится проблемы были решены но и влечение не восстановилось и он решил проверить а как на него подействует вот это видео как он мне об этом рассказывал я это увидел меня как всего проняло что называется потому что сразу вот эта волна проявилась и он говорит я понял что это страшно и мне хочется еще взрослый человек и он испугался того как он это прожил прочувствовал это вот такой яркий пример а в целом если смотреть доступность это в любом возрасте сейчас существуют механизмы в любом возрасте одни и те же поэтому здесь все так же печально так же печально возбуждение избыточное формирование вот этих патологических уже привычек оно не помогает никоим образом а только ухудшает все что в дальнейшем с ними происходит и если это связано какими-то телесными общими заболеваниями если связано это опять же с характером отношений с возрастными изменениями то лучше не будет знаете загнанную лошадь пришпыривать бессмысленно только раньше исход будет представляю себе проблемы в головах у женщин потому что проблема отвержения это безусловно проблема недооцененности женщины как женщины это очень неприятные стрессовые факторы которые в том числе лежат в основе депрессивных и психосоматических расстройств у женщин с этим сталкиваюсь с этим работаю печаль скажите пожалуйста Андрей Николаевич хорошо но ведь помимо самого контента восприятия женщин определенным образом чем еще наполняет вот такое визуализация да ведь мы же буквально говорим о об инстинктах каких-то может быть каких-то агрессивных тенденциях для мужчин свойственных вот именно развлекающих себя таким образом вообще ключевое слово здесь конечно не развлечение а агрессия безусловно и давайте не будем забывать о том что влияние среды стресс то есть давление среды если брать первоисточники оно велико и всеобъемлюще и контролировать все что происходит мужчине равно как и женщина сейчас вот говорим о влиянии на мужчин совершенно невозможно и затруднительно а сами механизмы формирования тревоги когда нарушен контроль и человек чувствует бессилие беспомощность или вообще просто сталкивается с чем-то эконом формирует тревогу и вот то как много нового на нас свалилось в современном мире вызывает у людей тревогу тревога конечно ищет адрес она конечно ищет выход в общем то это описано еще из книжек Ялама когда-то когда типичный пример прозвучал сталкиваясь с каким-то новой ситуацией мужчина искал возможности вот искал себе партнершу в данном случае тревога как один из вариантов ее конечно же канализируется в агрессию но и не будем забывать что да агрессия может быть направлена как на других так и на самого себя но про самого себя ладно тут отдельная история тут много чего происходит и например бич современного человека панические приступы сразу на ум приходят но когда мы говорим об агрессии к другому человеку она легко реализуется в этом в этой сфере лучшая защита это нападение все знают это прекрасно вот пожалуйста вам пример но если брать природные реакции бей беги или замри то здесь действительно и у мужчин кстати вот в том с чем они сталкиваются бей беги вот это агрессия вот это пришпоривание себя вот это так называемая гиперсексуальность когда они наоборот не снижаются а повышаются в лечении а потом еще неизвестно что этим в лечении будет дальше оно может и снизится потом потому как истощаются ресурсы они в общем-то достаточно велики но возможности его не безграничны психически в те условия контекст в котором он живет и так или иначе и мы говорим о роли женщины она может это терпеть может не терпеть но мне приходили люди женщины говорили я как мне с ним справляться ладно бы он там не мог а он слишком слишком активен активен да я понимаю что это не так понимаю что неспроста но он ведь это не осознает он этого не понимает и что с этим делать а вообще это направление если посмотреть глазами марсианина на то что происходит между людьми в интимной близости ну там есть вполне себе моменты которые можно трактовать как что это происходит да как агрессию да и вот это животное да и вот эта энергия которая агрессия которая реализуется в таком формате она никуда не девалась она присутствует можно сказать что мужчины которые имеют сниженная либидо вовне в отношениях с реальной женщиной имеют большие риски развития тревожно-депрессивных состояний либо они компенсируются за счет просмотра такого содержания да видео и дофамин свой в голове повышают компенсация исключительно временно потом все равно как алкоголь да выпил на утро депрессуха на подобии других как мы уже описали дозировки повышаются а эффект снижается поэтому тут безусловно имеет значение давайте мы знаете что с вами обсудим нас смотрят также родители подрастающего поколения очень хотелось бы обсудить с вами этапы формирования мужской сексуальности что может повлиять в негативном плане на нее вот меня лично очень интересуют вопросы не полно не полно семьи либо когда кто-то из членов семьи доминирует и мальчик вырастая обращает больше внимания на того или иного родителя какие в этом плане есть риски вы уже их по сути дела описали потому что все сложности все проблемы которые возникают в биологическом биосоциальном сценарии мужчины и в психологически психосоциальном сценарии мужчины они влияют на то что у него будет в отношениях в той сфере которую мы обсуждаем здесь все-таки я близок к тому чтобы обсуждать понятие сценариев ибо сценарий знаете есть известное выражение воспитание определяет судьбу человека безусловно тот сценарий в котором воспитывался ребенок мальчик отношения родителей между собой модели поведения отца как значимой фигуры и молодое поколение причем как описано в очень незрелом еще в возрасте тем не менее принимает решение следовать ли этому сценарию напрямую или идти от обратного и тут уже формируется либо опять же агрессия переносится если она присутствует в семье она переносится на последующие поколения эти семьи которые будут образовывать потомки либо это отсутствует когда в неполной семье как правило все-таки воспитание падает на плечи женщин и не видя перед собой нормальной мужской модели нормальной так назовем ее в классическом варианте конечно же подросток начинает поиск более того этот поиск сам по себе делает его тревожным потому что приходится находить дорогу там где он просто не знает куда идти а любой человек который окажется в этой ситуации растеряется и вот так вот преодолевая эту тревогу которая как мы знаем запитывает и агрессию и наоборот формирует вот такой прочный цикл конечно же очень тяжело каждый раз решать какую-то проблему без без ориентиров без ориентиров да это по сути дела без руля без витрил пытаться по этому житейскому морю куда-то там плыть причем социальный запрос социальные требования они ведь никуда не делись мужчина он вот этой концепции идеологии я мужчина и значит я то-то то 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 какие-то требования должен соблюдать она все-таки присутствует так вот здесь какой вектор вектор будет к снижению сексуальной активности либо ее как какая-то трансформация у молодого человека воспитанного женщиной я здесь упомянул важным важное слово прозвучало поиск то есть идет поиск и этот поиск заставляет ну естественно молодых людей не имеющих опыта делать ошибки и эти ошибки приводят их зачастую к большим проблемам я уже не касаюсь заболеваний передающихся половым путем да это отдельно особая большая тема и очень непростая но именно того как они устанавливают отношения и они пытаются они пробуют различные варианты они пробуют как классические отношения МЖ так и другие альтернативные альтернативные они ищут и хорошо когда хоть в каком-то варианте это совпало а если это не совпало а так если брать о том какие проблемы появляются в общем все те обозначены это и проблемы с влечением это проблемы с эрекцией и трудности с оргазмом это основные проблемы в любом случае они могут присутствовать в той или иной вариации при любом предыдущем сценарии вы знаете очень нередко сталкиваюсь с проблемой когда роль матери настолько велика у мальчика даже при наличии отца да отцовской фигуры что это как-то каким-то образом может повлиять на сексуальность и активность у мужчины расскажите про это что происходит конечно здесь без уже довольно известного экскурса в детскую сексуальность да без дедушки Фрейда да без дедушки Фрейда не обойтись без психоаналитических каких-то отсылок трудно обойтись но все-таки если говорить о фигуре матери без упоминания об эдиповом комплексе и каких-то иных вариациях то как значимый человек мама свою часть закладки сценария конечно же дает и тут тоже вопрос либо ребенок будет выбирать похожую женщину и будет например если мать доминирует а отец там мягкий покорно следует ее воле либо будет выбирать такую же и будет покорно следовать его воле а что он будет делать если он имея внутренний конфликт он будет либо спиваться либо иметь проблемы в интимной сфере какая разница в конце концов да каким образом демонстрирует свою несостоятельность в этих отношениях не будучи способным порвать эти отношения либо все-таки от обратного выбирая другие варианты и все и мир для него полон тревог любое решение для него дается с трудом выше тревога меньше его желания да или больше ошибок и больше трудностей в связи с этим поэтому что мужская фигура что отцовская что материнская они имеют для мальчиков если говорить о мальчиках в этом одинаковое немаловажное значение я бы не стал пренебрегать чем-то или на что-то делать особый упор мы трендом нашей сегодняшней встречи скорее является если я верно поняла что преобладает проблема именно отказа от естественной сексуальности и от взаимоотношений с женщиной и некое замещение естественного поведения с помощью артифициальных искусственных способов так расскажите пожалуйста как происходит подход к пациенту да клиенту чтобы хотя бы приступить намекнуть на возможность какой-то терапевтической работы что возможно вообще делать наш эфир скоро заканчивается тут непросто отвечать поскольку путь который приходят проходят люди приходя таки в конечном итоге к нам он довольно тернист потому что к нам приходят почему-то в последнюю очередь и когда мы уже сталкиваемся с этим то человек пройдя эти круги ада он уже формирует определенное понимание что все остальные не помогли ну значит вы значит психика у меня все-таки есть и что-то можете сделать в этом плане конечно же мы устанавливаем определенные требования к образу жизни этот образ жизни например полностью исключает влияние вот иных способов в частности и еще один очень важный момент поддержка партнерши поскольку если ее нет а случаются такие варианты когда ее нет и человек бьется что называется о стену без поддержки и в этом плане существует большая разница потому что женщины получают поддержку гораздо меньше чем мужчины как правило большинство тех кому я ставлю это условие а партнерша вас поддержит они говорят да а у женщин спросишь а партнер а он меня прислал все ну это тренд цивилизации уж мы с этим смиряемся так сказать ничего с этим не поделаешь хорошо вот если мы коснулись женщин да и отношений с ними очень многие питают чаяния что мужчину можно внутри отношений изменить у него допустим уже был ряд женщин и он видимо очевидно имел какие-то проблемы но она все равно вступает в эти отношения думая что вот я то ему помогу излечу и вообще все будет замечательно вы бы рекомендовали женщинам заниматься психотерапией внутри отношений почему-то на ум приходит такое выражение инфантильное всемогущество очень хорошее выражение когда вот это я и вот эта роль я смогу изменить другого это во суде дела меняет другого лишайшего субъектности как это можно сделать я убежден это можно сделать только на принципе эгалитарности то есть равных отношений и открыто и взаимно и вместе по другому никак поэтому к сожалению я вынужден если что-то подобное слышу как к сожалению слышу приходится несколько разочаровывать ну не оставлять с этим разочарованием конечно не на секунду а предлагать другой выход другую возможность потому что действительно бывает так бывает так когда начинает партнерша меняться и ситуация меняется и в семье в отношениях она остается менее удобной например и уже тогда есть выбор либо подтягиваться к ней так либо тянуть ее вниз ну а поскольку мы об этом говорим ее предупредили значит уже легче выбирать замечательно андрей николаевич мы завершаем наш эфир мне бы хотелось подытожить дорогие друзья иногда кажется что те современные реалии в которых мы в которых мы живем иногда являются чуть ли не оружием против перенаселения на земле ну вот чтобы вы все-таки были счастливы и чтобы ваши отношения складывались здоровым образом информация полученная достоверная и полезная да пусть усваивается вами дорогие женщины дорогие мужчины знайте больше понимаете больше и будьте спокойнее и счастливее Андрей Николаевич большое спасибо что вы сегодня с нами дорогие друзья до следующей недели с вами передача пси лекторий до встречи до встречи